У нас грядёт следующий бой Владимир Пельменно-рожденный Владимир Пельменно-рожденный Косач, амбассадор водки Деревенька Ходит в гости со своей собакой Так зовут собаку Хоккос И, конечно же, бармен Бармен-синий мастер Представитель портового кабака Федалерс Грин Поддержим Грины Макс обычно заканчивает бой Даёт себе установку на бой в два варианта Либо нокаут, либо эпилепсия Вес 90, ну там до 92 килограммов Рост 172 Владимир Пельменно-рожденный У бойцов нет перчатки В красном углу ринга Секунду Макс Зверюга-Сыров Макс Зверюга-Сыров Бар Аль Капоне По-моему, с Туманного Альбиона У нас тут целая делегация сегодня Мы, мужчины, обнажаем душу Так же, как женщины, обнажают тело Постепенно Гангстер С улицы Жуковского Чемпион Чемпион Ядера Лидии Крёстный отец Для всех, кто опоздал на мосты Мастерские Заливают баллоном Сносят противников с ног Своим левым Б-52 Держит слово Так же твёрдо Как удар Макс Серов Насладимся прекрасной музыкой В поддержке музыкантов Макс Макс молодёс Он везде И снова мы видим голые тела в ринге Как мы по ним соскучились Давайте, мне кажется, ещё раз второго представим бойца Конечно Владимир Пельменно Рожденный И Макс Верюка Серов Ура Гангстер с улицы Жуковского Вот это да У него шорты, как у боксёра Держит слово Так же, как держит удар Перед боем Посмотрел Все части Рокки Балюс Ого Рост 174 Вес 73 Вес Ринзалит Виски и крови Что ещё можно увидеть, как добьются бармены? Ну а мы Начинаем четвёртый бой Владимир Пельменно Рожденный И Максим Зверюга Серов Вот они два Замечательных мужчины Сейчас будут решать, кто из них Сильнее На великой Мешкобойне Но для начала надо определиться Кто из них Зверюга А кто из них Пельменно Рожденный Потому что Мне кажется, они оба подходят Под эти формулировки Первый раунд, дорогие друзья Аплодисменты Поехали Букс Букс Ой-ой-ой Под тяжестью собственного веса Ван Дим Пельменно Рожденный Падает на настилу ринга Старый добрый мордобой Старый добрый мордобой Мы с вами наблюдаем Ой-ой-ой Слишком много пельменей было съедено Перед этим боем Так он Так у нас пауза небольшая После предыдущего боя Здесь немножко воды у нас на ринге Слишком агрессивно Слишком у Конора Магрегора Агрессивная политика по продаже своего виска Решил залить нам весь ринг Продезинфицировать А ты не забудь, что перед тем, как он там поливал Что там происходило Продолжаем Может быть, это даже поможет нашим бойцам Такая небольшая передышка В середине раунда Вы посмотрите Это не бокс Это настоящая драка Это то, что мы любим и хотим видеть Удары сыпятся с двух сторон Увидим ли мы очередь третье падение в этом раунде? Как думается? Не хватает немножко техники бойца Но зато смотрите, сколько рвения Мне кажется, на несколько боев им хватит И на несколько бойцов точно Я думаю, в данном случае техника бы только испортила действо 10 секунд остается в первом раунде 10 секунд остается в первом раунде Продолжайте все борьбы Раунд! Раунд! Ой-ой-ой-ой-ой. Тяжело, да? Напряженная у нас борьба в каждом поединке. Кстати, еще не было ни одного нокаута у нас. Как же, как же, мы ждем его. Можете поставить на любимого бойца в нашем углу заведения. И можете даже что-то выиграть. Если вы точно знаете. Так, я что-то пропустил, что можно выиграть, кроме люлей здесь вообще. Один тут уже хотел что-то выиграть в белых трусах, вылезал в ринг. А может, он и выиграл. Может быть, ночь он проведет, не один. Второй раунд сейчас начнется. Итак, второй раунд. Второй раунд. Второй раунд. Бойцы на середину. Поехали! 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 Сразу же! Сразу же мы видим безгомбромистную жару! Поехали! Да, вот это уже не бокс, это уже настоящая драка, Рома. Вот смотри, что происходит. Происходит лютое обоюдное избиение. Поехали! Шотландский духовой оркестр с нами. Прямиком из Шотландии, из Эдинбурга к нам приехал. Сменил стойку, сменил стойку пельмен рождённый. Ты посмотри на этот взгляд, Ром, у Володи. Он как будто зазывает соперника. Иди, говорит, ко мне, я тебе сейчас покажу. Вот это жара. Парни, пора начать действовать. Нужно поддержать их. Они не дерутся без наших криков. Пошла вторая минута второго раунда. Насыпает, насыпает удар из Верюга. Расстраивается, что Вадик не оставил ему пельмени на ужин. Что происходит? Остановка, стоящий нокдаун. Конечно же, ребята, ну столько съесть пельменей даром не проходит. Нужно потратить немножко время на пищеварение, на отдых, чтобы продолжить бель. Так, у нас впервые сегодня появляется... Что происходит? Что происходит? Все! Ребята, давайте поддержим Вадика. Он никогда не одевал перчаток. Он не дрался. Он не выходил в ринг. Он не тренировался. И даже не ходил, как мудак, в качалку. Он просто вышел в ринг. И просто дрался. И показал, что он тоже может. Поприветствуем, ребята. Он красавчик. Он сделал это. Он превозмог себя. Он рилмен. И победу в этом бою техническим нокаутом во втором раунде одержал Макс Зверюга-Серок. Все короче и короче проходят наши бои. Я не советую вам далеко уходить, потому что чувствую, что выйдут тяжелые парни. И что-то может закончиться уже в первом раунде. У нас все по-настоящему, друзья. Вы видите сами. Сейчас у нас будет небольшой флеш-интервью с победителем. Максим, Максим, во-первых, с победой. Спасибо. Как ощущения? Что чувствуешь? Много адреналина, кайфа. Я раньше зря, что я не занимался в опции. Почему не занимался? Выглядело так, как будто занимался много. Не-не-не. Скажу так. Я рад сегодня здесь поучаствовать, но мой соперник, я пожелаю ему здоровья побольше. И после мы с ним нахерачивался. Тебя сейчас смотрят почти 3000 человек онлайн. Представляешь себе, почти маленький стадион смотрел твой бой. Что ты хочешь им сказать? Парни, всем бокс. Занимайтесь, участвуйте. И не бойтесь повышать полицию. И да, берите капот. Помните фильм «До стучатся на небес»? Бояться глупо. Это да. Бояться глупо. Бояться глупо. Бояться глупо. Приходите, балька пона. Друзья, всем бокс. Великая мешкобонья продолжается. О да, о да, всем бокс, конечно. Эти слова богу в уши. Ребята, кто стоит около окон? Обернитесь, посмотрите. Если оно закрыто, его неплохо бы вскрыть. Пока тут не вскрылись все остальные. Форточки подоткрываем. У кого за спиной закрыты, вы все равно не простудитесь, а скорее где-нибудь в другом месте подхватите грипп. Музыкальная, да, такая у нас? Да, страсти накаляются, пятый бой. Музыкальная, да, пошла идея? Музыка пойдет, да? Нет? Или пара? Пару все сюда, да? Пару. Не, музыка, музыка. Музыка, музыка готова, да? Готова, поехали. Ага. Да-да-да. Я вам расскажу еще о сюрпризе, который нас всех ожидает. Как вы убедились, мы, мужчины, рождены для сражений, правда? А женщина рождена для отдыха воина. Так что будут еще и женщины. Но там, между делом, женщины у нас... Ну, женщины это вообще лучшее, что дарит нам природу, правда? И возможности природы в этом смысле не ограничены. Итак, мы готовимся встретить пятую пару. Ну, а вот наш судья, да, самый справедливый, да? Всегда следует играть честно, если в руках выигрышные карты, да? Удостоверение есть, и все порядок, все честно. Мы видим, что все честно, да? Честно и прозрачнее. Вообще здорово, что мы собрались, правда? Встретили друг друга. Я из своего прошлого знаю. Встретил женщину, бери. Не взял, не встретил. Ну, моя здесь встреча. Встреча это лучшее, что дарит природа. У меня тут мой бодигард. Он знает, когда объявить следующую пару. Ну, а мы пока можем посетить наш бар. В баре сегодня там есть у нас такая шоколад Аленка, да? Шоколад Аленка сладкий и не ломается. Ну, там в барменше есть подружка. Она еще более сладкая и не ломается совсем. Ну, это я так завел издалека. Наши бойцы разминаются. На разогрев уходит определенное время. Ну, а мы пока вот даже демонстрируем то, что я обычно задаю на квесте. Такой вопрос. Что делать, чтобы жить в любви, в согласии? Некоторые говорят любить, некоторые говорят понимать. Чтобы жить в любви, в согласии, ответ. Нет, соглашайся. И мы соглашаемся, да, немножко так. Заранее подготовиться к положительным эмоциям. Ну, а проблемки, да? Вроде бы ожидание такая, легкая проблема. А я вам скажу так. Проблемы будут всегда. Главное, чтобы они менялись. Это на будущие годы. Главное, чтобы не одна и та же все время. Ну, а на путь все на будущий год. У кого есть бокалы, у кого есть бутылочки с пивом, там все можно поднять. И такой тост от Алекса. За наших друзей с хорошим характером. За наших знакомых с приятной внешностью. И за наших любимых. По взаимности, друзья, влечение кончилось. И началась взаимность, да. За взаимность, ура. Поднимем бокалы. Перейдем спокойно. Ну, а я вам пока расскажу шутку, которую я подворовал у Ивана Урганта в Москве. Он обычно спрашивал недавно. Чему нас научил ушедший девятнадцатый год? Ответ. Ничему. Ничему. Ура. Ура. Вперед. Вперед в новое. Ну и, конечно, за наших женщин. Да, поднимем. За наших женщин. За близлежащих и предстоящих. Кто? Ребята, вы запоминайте. Умудренность жизни. Опытом человек. Вам рассказывают умные вещи. А, сейчас. Записывайте на телефоны, на бумагу. Вот. Сейчас у нас будет такой, знаете, танец. Что такое танец, да? Останец, это вертикальное выражение горизонтального желания. Но горизонтальное желание у нас есть. И нас сегодня чарует... Не знаю. Да, это она. Властительница дум и покорительница сердец. Леди Вуратика. Леди Вуратика готова. Да. Леди Вуратика. Леди Вуратика чарует... Она подошлась? Пятый бой перед Леди Вуртикой. Итак, пятый бой в синем углу ринга. Представитель бара Кранко Пицца. Саша Север. Саша Север. Саша Север. Высшим образованием. Саша Север не выдержал... Не выдержал такого набора темперамента. Такого набора страсти, экспрессии. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok